В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот некоторая тема выпуска. Живые традиции. В рамках празднования Дня Единства Народов Дагестана в Махачкале прошел фестиваль традиционной культуры народов Дагестана, где выступили лучшие творческие коллективы. 50 лет любви и гармонии. Мэр Махачкалы поздравил семью Абукаевых с золотой свадьбой. Семейной паре вручили памятные подарки и поздравительный адрес от мэра Махачкалы. Травы вместо лекарств. Житель села Хрюк Ахтынского района считает, что лекарственные травы имеют массу преимуществ перед дорогостоящими медицинскими препаратами. Сегодня республика празднует День Единства Народов Дагестана. Это относительно молодой праздник. Зародился он в 2011 году и является официальным выходным днем. В этот день в 1741 году дагестанская армия одержала победу над полчищем Надершаха, который желал захватить весь Дагестан. Теперь по традиции эта дата знаменуется широким празднованием по всей республике. Так, сегодня в Дагестане прошел фестиваль традиционной культуры народа Дагестана «Живые традиции». На сцене малого зала русского драмтеатра выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Каждый из них представил свой национальный фольклор и уникальную культуру. Мероприятие проводится в целях сохранения преемственности, приобщения подрастающего поколения к национальной культуре и выявления молодых талантливых исполнителей. Всех участников наградили дипломами. Фестиваль был организован Министерством культуры и Республиканским домом народного творчества в рамках празднования Дня Единства народов Дагестана. В рио главы Дагестана Сергей Меликов сегодня посетил муфтия Республики шейха Ахмады Афанди. Руководитель региона поздравил шейха с днем рождения и с Днем Единства народов Дагестана, а также презентовал муфтию памятный подарок. Ко дню Народного Единства в Махачкале проходит открытый республиканский турнир по настольному теннису среди мужчин. В нем принимают участие более 250 спортсменов-любителей и профессионалов. На чемпионат съехались участники со всей республики. Масштабный турнир организован на призы муфтия Республики шейха Ахмада Афанди Абдулаева. Победитель получит 100 тысяч рублей, а за второе и третье место – 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Второй раз проводится такой турнир в честь нашего муфтия. И любой участник может участвовать, любой желающий. Все имеет понятие по настольному теннису. Мэр Махачкалы поздравил семью Абукаевых с 50-летием совместной жизни. Заурбек Абдурагимович и Раиса Егоровна живут в столице Дагестана. Межнациональная семья, золотую свадьбу справили в кругу детей и внуков. Говорят, не ожидали с полувековым юбилеем их приедут поздравить высокопоставленные гости. Семейной паре вручили памятные подарки и поздравительный адрес от мэра Махачкалы. Раиса Егоровна уже на заслуженном отдыхе ветеран труда. Глава семейства Заурбек Абукаев до сих пор продолжает трудиться во благо города и республики. За свой многолетний труд он был удостоен ряда наград, а в начале этого года получил заслуженное звание ветеран труда. Герой нашего следующего сюжета – человек, который считает, что лекарственные травы имеют массу преимуществ перед дорогостоящими медицинскими препаратами. В период заболевания простудой или вирусными инфекциями горцы используют целебные травы в лечении. Наш корреспондент пообщалась с народным целителем из тела Хрюк и узнала, действительно ли травяные отвары так полезны. Хоть мы и живем в век высоких технологий, народная медицина до сих пор не покинула нашу жизнь. А некоторые соотечественники не доверяют лекарствам и лечат болезни различными отварами, мазями и настойками. Глава села Хрюк Загидин Сулейманов по образованию врач-ветеринар. Рассказывает, что еще в 6 лет старики и чабаны поделились с ним секретами народного врачевания. Я лазил по горам. Там старики, доярки, бабушки, чабаны рассказывали, какие травы, на что действуют. С этих пор я стал увлекаться травами. За последние 20 лет я уже… Ну, как бы тоже развлечение для меня это. Гуляя по горам, там, когда очередь приходит, коровы пости, там, поднимаемся. И просто, чтобы время тоже зря не терять, собираем разные травы. Главе села не раз обращались с просьбой помочь. Некоторые травы и растения приходится добывать высоко в горах, в скалистой местности. Но это того стоит, говорит Загидин. Ведь они иногда помогают получше аптечных лекарств. По словам нашего героя, одно из средств помогло и в лечении его матери. Как-то она начала кашлять. Я ее в больницу положил, ей систему включили там всякие. Ну, ничего не помогло. Когда я ее обратно забрал домой, она мне говорит, сынок, а у нас эти корни не остались? Я говорю, остались. Говорит, ты мне с них чай сделай, я говорю, настойку. Ну, я сделал настойку. Три-четыре дня она попила, и этот кашель прошел. Это ей тогда было где-то 78 лет. И после этого я эту кашель прошел даже не услышал. Семь лет, когда я в ней был, я узнал, что это за корень. И с тех пор я его постоянно приобретаю, поднимаюсь в горы, добываю. Лекарь из Ахтынского района признается, что за 53 года своей жизни он ни разу не пил лекарства. Все болезни предпочитает лечить только народными средствами, а все собранные травы и растения раздает людям бесплатно. Все для здоровья и блага народа. Мне 53 года, я в жизни еще укол не делал. Лекарства не пил. Недавно тоже заболел, если честно сказать, может быть, и коронавирус какой-то был. Я ничего, ни укол, ничего не сделал. Свои малиновые варенья, вот это, облепиховые эти, чаймы, все, что дома есть, мы потребляем. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Ахтынский район. Компания «Марва Тур» и представительство Министерства туризма Саудовской Аравии в России и в странах СНГ заключили соглашение о сотрудничестве. Гости из Саудии провели презентацию о потенциале и развитии туризма в Саудовской Аравии в конференц-зале «Марва Тур». Рассказали о прекрасном ландшафте, природе, культовых местах и развлечениях. На встрече присутствовали туроператоры Дагестана и других регионов Кавказа, а также представители аэропорта Махачкалы. В целом для Кавказа и для Дагестана в том числе это будет очень актуально, потому что многие из нас ценят Саудовскую Аравию. В первую очередь, с таких религиозных точек зрения, знают, что на территории этой страны две святыни. То есть особое отношение к Саудовской Аравии есть у мусульман. Дагестан – это большинство мусульманский регион. Поэтому мы считаем, что это очень актуально, это очень хорошая возможность объединить как направление чисто религиозное с возможностью провести в этой же стране время с точки зрения туристов. Саудовская Аравия с каждым годом становится привлекательной для туристов, отметили специалисты. Компания «Марва Тур» намерена в ближайшем будущем предложить своим клиентам новую программу «Умра Плюс». Паломник сможет не только выполнить обряд малого хаджа, но и дополнительно посетить другие достопримечательности региона и отдохнуть там. Эти услуги станут возможны после того, как правительство Саудовской Аравии признает российскую вакцину. «Марва Тур» и Департамент по туризму Саудовской Аравии уже приступили к совместной работе и готовятся к возобновлению регулярного авиасообщения между Махачкалой и Джиндой. В Гунипском районе торжественно отметили 90-летие агрофирмы «Сагратль». Юбилейное мероприятие посетили представители власти, работники предприятия и местная общественность. Начав свое выступление, глава компании Абдурахман Чураев рассказал, что организация прошла большой и непростой путь. Руководитель предприятия поблагодарил власти региона за помощь и поддержку. Работникам агрофирмы вручили госнаграды. Празднование юбилея сопровождалось спортивными состязаниями, выступлениями музыкальных и фольклорных коллективов. Агрофирма «Сагратль» принимает огромное участие в совершенствовании продуктивных и племенных качеств дагестанской горной породы овец. На прошедшей в мае всероссийской выставке племенных овец и коз предприятие стало абсолютным победителем. Руководитель получил от организаторов в качестве приза автомобиль «Нива». Ко дню единства народов Дагестана на набережной Дербента прошла массовая зарядка. Ее организатором выступил Дербентский отдел просвещения прямого втиятия республики. Зарядку поддержала администрация города и общественная организация «Трезвая Россия». На набережную вышли учащиеся восьми школ города, студенты всех СУЗов и ВУЗов. Организаторы отмечают, что подобные массовые акции сплачивают молодежь. Самое главное для молодежи, наверное, это пропаганда здорового образа жизни и то сплочение, единство, которое мы можем получить, когда собираемся в подобные мероприятия. Именно поэтому сегодня, 15 сентября, в День народов единства Дагестана, мы решили вот так собраться, для того, чтобы показать немножко молодежи, что они вместе, чтобы показать им сплоченность, совместно с администрацией города. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова